Компания «Бета», которая является правоприемником ООО «Эвгрупп», генерального подрядчика строительства стадиона «Вэп-Арена», подала иск о банкротстве. Иск связан с тем, что ЦСКА должен выплатить ООО «Бета» 348,45 миллиона рублей по результатам судебного спора, где «Бета» выступает правоприемница «Эвгрупп», признанная банкротом. Заявление зарегистрировано 28 декабря в арбитражном суде Москвы и пока не принято от производства. Компания «Бета» сообщает, что и впредь готова добиваться получения взысканной судом суммы долга всеми предусмотренными законодательством РФ способами. Особо хотим отметить недобросовестное поведение футбольного клуба ЦСКА, который в настоящее время предпринимает попытки уклониться от реального исполнения вступившего в законную силу судебного акта, сообщил гендиректор «Бета» Дмитрий Маслов. Напомним, «Эвгрупп» подала в суд на ЦСКА в июле 2020 года с требованием взыскать с клуба 548,45 миллиона рублей неосновательного обогащения, речь про удержанные средства при оплате строительных работ в качестве неустойки за просрочку подрядных работ. Суд первой инстанции отказал «Эвгрупп» в требовании взыскать с ЦСКА 548,45 миллиона рублей. Затем апелляционный суд признал законным удержание неустойки за просрочку, но сократил ее размер до 200 миллионов рублей. ЦСКА, таким образом, должен вернуть часть удержанных средств, 348,45 миллиона рублей, компании «Бета», получившей право требования после признания ООО «Эвгрупп» банкротом. При этом 10 декабря арбитражный суд Московского округа приостановил взыскание средств с ЦСКА в пользу «Беты» до вынесения решения по касационной жалобе клуба. ЦСКА обратился в суд с соответствующим ходатайством, мотивируя это тем, что у «Беты» недостаточно стабильное финансовое положение, и в случае отмены актов апелляционной инстанции, могут возникнуть трудности с возвратом выплаченных 348,45 миллиона рублей.